Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Все начинается с проверки имущественного положения должника. Если он работает, то, соответственно, мы направляем согласие взыскателя сразу без проверки имущества по месту жительства, сразу по месту работы могут взыскивать. А я и не работала, и не собираюсь. Если не работает, то опять мы начинаем проверку имущества, делаем запросы, вносим право ограничения выезда за рубеж, запреты различные, если они все равно уклоняются, это на автомобильные средства тоже. Но тут все понятно. Если должник работает, то долг возможно взыскать с места работы. А вот если не работает, то возможно взыскать долг с имущества. А если нет, ни того и ни другого? Если нет ничего, человек живет сам, существуя на какие-то мизерные доходы, либо вообще на средства родителей существуют, то такой вот не совсем удобный исход для государства и для взыскателей, когда мы составляем акт о невозможности взыскания и возвращаем исполнительный лист взыскателю. Но нашу дежурную этим не испугаешь. А мама нету дома? Если злостно уклоняется должник и не является к судебному приставу, и дверь не открывает, тоже бывают различные ситуации. Судебный пристав исполнитель привлекает к административной ответственности данного должника, а если вручена надлежащим образом повесткой, он все-таки не является. У нас существует такой принудительный метод доставки злостных неплательщиков через судебных приставов. Уникальная акция – собери 12 квитанций о неоплате и попрощайся с квартирой. Елена, дежурная по рубрике.